Финалы соревнований по пляжному волейболу среди юношей и девушек в рамках седьмых международных спортивных игр Дети Азии собрали полные трибуны зрителей на центральной площади Владивостока. Свои заслуженные награды получили волейболисты из Приморского края, Узбекистана и Сибирского федерального округа. Интрига у девушек держалась только в матче за третье место, потому что за золото и серебро друг с другом боролись девушки из сборных Приморского края. Это было очень тяжело, в первую очередь было волнительно, кто справился со своими нервами и переживаниями, тот и. Когда нас сюда везли, мы все обговаривали, очень волновались, вышли на поле, вроде все спокойно, поддержка очень помогла, ему сразу волнение, все пропало. Сначала мы очень обрадовались, что именно наши две пары Приморские вошли в эту бойку победителей, это очень классно. Но на поле нет подруг, друзей и пришлось играть. Юноши в финальном матче выдали максимум своих сил и показали хорошую игру. Спортсмены из Приморья в первом сете уступили сибирикам, но наверстали разрыв во втором и третьем. Никто из юношей не хотел отдавать победу, все бились до самого конца. Итогом финального матча стала победа волейболистов из Приморского края, а у их тренера Александра Рулева был еще и особый повод для гордости. В команде играет его сын Ярослав. Мы с Сибирью попадались уже, получается, два дня назад, и мы их выиграли 2-0, но тут более все напряжены были, и первая партия у него не получилась. Помогала ли партия с трибуны? Конечно, помогала. Я думаю, и с сибирскому федеральному округу это тоже помогало. Просто все болели за каждую из команд. Напомним, седьмые международные спортивные игры «Дети Азии» официально стартовали 28 июля и продлятся до 8 августа. Общая численность участников – более 3000 человек. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на восьмом.